Все музейное богатство России, а еще Китая, Ирана, Испании, Азербайджана и других стран было представлено на выставке Интермузей-2016. Это одно из основных событий в музейном календаре, организованное Министерством культуры России. Но только в этом году главный музей Хакасии решил попробовать в нем свои силы. Так в Маниже появился уголок Хакасии, и как признанные эксперты музейного дела, так и обычные посетители были удивлены тем, что на юге Сибири есть свой музей под открытым небом. Это только нам кажется, что мы о себе много рассказываем. На самом деле Хакасия практически неведомая земля для европейской части страны. Ту экспозицию, которую мы сделали, мы создали образ юрты, насытили ее экспонатами, которые должны быть в этой юрте. Очень интересные фотографии, представляющие спектр нашей древней истории и наших культурных достижений, и хакасской культуры, они притягивали внимание, потому что было необычно. Но было очень приятно, когда приходили наши земляки, которые нам говорили слова благодарности, которые с нами хотели пообщаться. Простые люди интересовались Хакасии, как сюда приехать, что это такое, почему такие замечательные у вас объекты, и так далее, и так далее. Музей имени Кызласова представил проект виртуальной экскурсии по Салбыкскому кургану, с которым прошел в полуфинал. И для себя музейщики считают это большим достижением. В большинстве номинаций победа досталась таким федеральным музеям, как Московский Кремль, Петергоф, Гатчина. Впрочем, это тот случай, когда важна не только победа, но и участие. Три дня фестиваля – это колоссальная школа для любого музейщика, а тем более регионального, после которой становится ясно, в каком направлении стоит двигаться дальше. Мы посмотрели, как создаются интерактивные программы и образовательные программы. Многие музеи сварятся даже не своими экспозициями, а работой с посетителями. Вот те новые формы работы с посетителями, конечно, взяты на вооружение, безусловно. Сделать музей не только культурной, но и образовательной площадкой – это одно из направлений, которые хотят рассмотреть специалисты. Школьники и сейчас приходят на экскурсии, но для полноценного изучения краеведения этого недостаточно. И музей мог бы стать отличным партнером в деле воспитания патриотизма у детей. Помимо этого, музей имени Кызласова намерен продолжать сотрудничество с федеральными учреждениями, чтобы и жители республики, не бывавшие в Москве и Петербурге, могли увидеть уникальные экспозиции. Задача вполне реальная, тем более, что в будущем у музейщиков появится новое здание, а с ним и новые возможности для развития.